Извиняюсь дико за бардак, что хочу показать. Решил я сделать себе подвесной над заточным станком регулируемый светильник, который можно регулировать, как вот эту настольную лампу. Фотография сейчас выскочит на экране. Значит, есть у меня вот такой вот плафончик. Не знаю, с какой он лампы был взят. Ну, в общем, я его нашел в сумке с подхламом электрическим. Вот, значит, проверил индикатором. Все это дело прекраснейшим образом работает. У нас, как всегда, синий, белый. Ну, белая обычно фаза, конечно. Но в данном каком-то случае белый – это ноль. Вот, коричневый – это фаза. Вот, проверяем контакт на центре. То есть, он работает. Шикарно и прекрасно. Значит, что мне понадобилось для того, чтобы сделать эту ерунду? Ну, я ее еще не сделал, но я хочу сделать. Вот какая пришла мне в голову мысль. Вот такая вот проволока. Вы можете ее сейчас видеть. Склепал я ее из вот такой вот обычной, самой простяцкой вязальной проволоки. Вот вязальная проволока. Она мягкая, гнется легко и не ломается. Из нее делают всякие там для винограда эти… Ну, и не только для винограда, для помидоров, для огурцов, кстати, тоже. В общем, вы поняли. Подвешивать их, подвязывать. Значит, склепал я вот такую ерунду. Просто взял пополам по длине провода. Ну, там, по-моему, даже чуть с запасом. Да, там совсем чуть-чуть с запасом. В общем, пополам сложил и скрутил. Ну, для пущей надежности. Значит, ломаться она не должна. Гнуться она должна. Причем легко. Вот. И, в общем, в чем заключается идея. На конце, как вы можете видеть, вот такая вот петелька. Здесь у нас, как известно, есть вот такая вот гаечка. Значит, мы эту гаечку скручиваем. Вот таким вот образом. Я не знаю, додумывался ли кто-то до такого-то. По-любому додумывался. Возможно, даже приблизительно плюс-минус как-то выглядит так и внутри гусака. Вот этой вот лампы настольной для школьников так называемой. Вот. Значит, прокидываем сюда провода. Закидываем. Оно залезет, не залезет. Да, залазит. Вот эту ерунду. Теперь закидываем гаечку. Вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре. И готово. И теперь закручиваем все это дело. Значит, у нас получается приблизительно вот такое вот сооружение. Сейчас я закручу. И вы поймете, значит, что это за вещь. Вот так вот. Значит, опа, да, затянули. Значит, вот что у нас получилось по итогу. Смотрите. Вот такая вот ерунда. Надеюсь, оно здесь не сломается при первой же возможности. Значит, что мы делаем дальше? Дальше мы сгибаем вот эту ерундистику. Так, чтобы не сломать аккуратненько. Вот так вот. То есть, вот что у нас получается. Туда выходят провода в центр. Вот это вот шпильки специально. Не знаю, как она правильно называется. Вот. И вот такая вот ерундистика. Что дальше? Мы кидаем провода вдоль. Можно даже немножечко обкрутить, но не сильно. Чтобы у нас не перетерлись нигде и не переломались провода. Это очень важно. А то будет вава. Вот. Значит, вот таким вот образом все склепали. Что делаем дальше? Ну, не может же у нас все так оставаться. По счастливой случайности нашел я еще и вот такую вот ерунду. Это какая-то специальная гофра. Ну, тоже под электричество. Обычно прячут проводку вот такие вот специальные электрогофры в гаражах и так далее. Значит, я сейчас ее распакую. При вас это делать не буду, а то это слишком долго. Вымерю, отрежу нужный кусочек, просуну и вам уже покажу, можно сказать, готовый вариант. Ну, как сказать, готовый. Еще не прикрепленный, но, в общем-то, сам кусок должен быть уже в сборе. Так, показываю вам готовый результат. Значит, вот таким вот образом мы просунули это дело. Да, вот тут видно проволочку. Но, в общем и целом, выглядит неплохо. Вот. Я сделал с запасом. Не знаю, зачем. Потому что все равно придется прикреплять. То есть, вот эту проволоку потом мне придется прикреплять уже на стенке перед заточным станком. Вот. Но вообще, в принципе, выглядит неплохо. То есть, гнется. В принципе, плюс-минус форму должно сохранять. Да. То есть, можно согнуть и оно... Оп. То есть, форму будет сохранять. Вот, как мы видим. Потом можно выровнять. То есть, да, они, конечно, не как заводской вариант. Но тоже выход из положения. Поэтому, возможно, моя наработка, точнее, не знаю, как не наработка, не знаю, идея, мысль, озарение, вдохновение, или называйте как хотите, для кого-то будет тоже, так сказать, выходом из положения. То есть, в принципе, да, не фонтан, но брызг есть. Продолжение следует.